Набхасикха сутта, на ногти. СН 13.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И тогда Благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, Великая земля больше. Горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с Великой землей та горстка земли, что Благословенный зачерпнул своим ногтем, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы, один. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о вступлении в поток. Вступивший в поток мудростью постиг суть Дхаммы и тем самым уничтожил огромное количество страданий, которые он мог бы испытать в будущем в бесчисленных новых рождениях. Ему же осталось пережить лишь малую долю страданий, которые он переживет еще в течение максимум семи жизней, или меньшего их количества. За это время он в обязательном порядке обретет полное и окончательное пробуждение и положит конец прирождением. Пакхарани сутта, пруд. СН 13.2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в пятьдесят йоджан, один, длиной, пятьдесят йоджан шириной и пятьдесят йоджан глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него. И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травинки кусы. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травинки кусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше. Вода, зачерпнутая кончиком травинки кусы, практически ничто. В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травинки кусы, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в этом пруду. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. 1. Яджана составляет примерно 10 километров. Под Хаммасом Пхеджи Сутта, вода в месте слияния рек 1. СН 13.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек в месте встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Ачаравати, Сарабху, Махи, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды в месте слияния этих великих рек? Учитель, воды в месте слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой в месте слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью воды в месте слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Самбхеджи Сутта, вода вместе слияния и рек 2 СН 13.4 В Саваттхе Благословенный сказал, «Монахи, представьте, как если бы вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махи, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трех капель воды, что остались? Учитель, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, больше. Две или три капли воды, что остались, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, что была уничтожена и устранена, две или три капли воды, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью воды вместе слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Тхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Хамма Махападха Висутта, Великая Земля 1. СН 13.5. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерною юбы или великой земли? Учитель, Великой Земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страдания в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижения Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутио Махапатха Висутта, Великая Земля 2. СН 13.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерной юбы. Как вы думаете, монахи, чего больше, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерной юбы, что остались? Учитель, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, больше семь небольших кусочков глины размером зерной юбы, что остались, практически ничто. В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерной юбы, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человек века, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхаммами Хасамудда Сутта, Великий океан 1. СН 13.7. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом океане? Учитель, воды в Великом океане больше. Извлеченные две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, извлеченные две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиома Хасамудда Сутта, Великий океан 2. СН 13.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель, учитель, воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхаматаббатупама сутта, Гора 1. СН 13.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, практически ничто. В сравнении с Гималаями, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Гималаев, царя всех гор. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиепамбатупима сутта, Гора 2. СН 13.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималайя, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималайев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? Учитель, части Гималайев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались, практически ничто. В сравнении с частью Гималайев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималайев, царя всех гор, что было уничтожено и разрушено. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Татья Памбатупама сутта, Гора 3. СН 13.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Синеру, царя всех гор, семь камушков, размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положены туда, или Синеру, царь всех гор? Учитель, Синеру, царь всех гор, больше. Семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Синеру, царя всех гор. Точно так же, монахи, достижения отшельников, жрецов и странников-приверженцев иных учений не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью достижения ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы.